Фобос-Грунт. Долгожданный для российской науки проект выходит на финишную прямую. Спутник уже собран и отправлен на вибрационные испытания. Несколько недель аппарат будут трясти, создавая самые сложные космические условия. Мы собрали космический аппарат полностью. Устранены все недостатки. Мы начинаем чистовые испытания космического аппарата и подготовку к его запуску. Запуск уже у нас назначен на 5 ноября. 14-тонный космический аппарат состоит из маршевой двигательной установки, перелетного модуля и возвращаемого аппарата. С помощью ракеты «Зенит» Фобос-Грунт отправят к одноименному спутнику Красной планеты уже в ноябре. И только через три года аппарат доставит на Землю 200 граммов внеземного грунта. Через 10 месяцев полета уже на орбите Марса от российского космического аппарата отделится китайский научный микроспутник. Это двухточечное исследование атмосферы Марса при помощи двух спутников. Это будет радиопросвечивание. Такого еще ни у кого не было и никто в будущем его не планирует. После этого каждый спутник будет жить своей жизнью. Наш спутник будет сближаться с Фобосом, а китайский спутник будет исследовать дальше Марса. Рейс «Земля-Фобос-Земля» совершат и 50 видов земных странников. Если семена, растения, бактерии, личинки комаров не погибнут, значит для живых существ экспедиция к другим планетам реальная. Это первый шаг к пониманию того, с какими условиями встретится живая материя, в том числе человек, на межпланетных космических трассах. Посадка на Фобос совсем не та, что когда-то была на Луну или Марс. Ее даже и посадкой не назовешь. Это будет сближение двух тел – космического аппарата и спутника Марса. Затем самая настоящая стыковка. Аппарат зацепится за Фобос и специальным манипулятором соберет грунт. Эти стероиды, в отличие от планет, никак не перерабатывают свое вещество. Это маленькие тела на них, ни вулканов, ни озер, ни атмосферы. И то вещество, из которого они сформировались, так веками, тысячелетиями, а на самом деле миллиардами лет, лежит на них законсервированное. И в нем записана летопись всей Солнечной системы. Ученые рассчитывают обнаружить в грунте Фобоса так называемое первородное вещество. То, из чего зародилась наша Солнечная система. Если это удастся, то человечество приблизится к ответу на главный вопрос. Как появилась Вселенная? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова